Продолжение следует... Две недели вместо положенных на такие работы – шести. Напрячься пришлось, но сказать, что это пострадали за счет других заказов, конечно, нет. Дополнительное время выделено на производство для того, чтобы этот заказ удовлетворить. Ну, скажем так, люди немножко переработали. Вот и все по времени. А так, в принципе, при нашей сегодняшней технологии это позволяет такие заказы делать. Было бы это 800 топор, бесспорно, это было бы намного сложнее. Возможно, это было бы ущерб чего-то. Все фонари должны установить в течение четырех дней. Еще через пару недель они начнут освещать дворы. Работа, конечно, несложная, но, как обычно, горят сроки. Объект социально важный, поэтому работаем в усиленном режиме. То есть, работу делаем почти в два раза быстрее, чем это установлено по нормативу, но без нарушения, естественно, качества. В домах первой очереди Ленинского парка строительные работы подходят к концу. Все коммуникации, свет, вода, отопление уже подведены. Отделка завершена в большинстве квартир. Правда, томящиеся в ожидании своих квадратов в это не верят. И даже объявили бессрочную голодовку. Требует взять строительство под личный контроль теперь уже президента. Не переносить сроки сдачи домов, а отчитываться за каждый потраченный рубль. Их опасение в том, что эти работы не будут завершены к получению ключей. То есть, люди обеспокоены тем, что им придется достраивать определенные виды работ, завершать за собственный счет. Но на сегодняшний день эти все замечания устраняются, и дома будут сдаваться в достроенном виде, в подобающем. Иго принимает служба гостехнадзора. Разрешение на ввод в эксплуатацию дома первой очереди должны получить уже через несколько недель. Дольщикам обещают уже к концу июня почти 3000 семей. Половина обманутых получат ключи от долгожданных квартир. Сразу после начнется строительство второй очереди. Эти дома власти планируют достроить к сентябрю.